Глава четвертая. 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 кашу с салом, пекли в углях картошку, валялись на траве, чистили винтовки и отдыхали. В повозке уродного Сухарева я увидал лишнюю старую шинель. Подол ее был прожжен, но шинель была еще крепкая и годная к носке. Я попросил ее у Сухарева. — На что она тебе? — спросил он грубовато. — У тебя аж свое пальто, да еще драповое. Мне шинелка самому нужна, я из нее себе штаны сошью. — А ты с шеей из моего? — предложил я. — Честное слово, а то все ребята в шинелях, а я черный, как ворона. — Ну! — тут Сухарев с удивлением посмотрел на меня. Его мужиковатое топорное лицо расплылось в недоверчивую улыбку. — Сменяешь? — Конечно! — быстро заговорил он. — И на самом деле, какой же ты солдат в пальте? И виду никакого вовсе. — Шинелка, не смотри, что прожжена немного, ее обкоротить можно. А я тебе в придачу серую папаху дам, у меня осталось лишнее. Мы обменялись с ним, оба довольные своей сделкой. Когда я в форме заправского красноармейца с закинутой за плечо винтовкой отходил от него, он сказал подошедшему Ваське. Обязательно, как будет случай, бабе отошлю. Ему на что оно? Стукнет пуля, вот тебе и все пальто испортила. А дома баба куды как рада будет. Ночью с первого же попавшегося хутора Федя Сырцов добыл двух проводников. Двух для того, чтобы не попал отряд на чужую вражью дорогу. Проводников разделили порознь, и когда на перекрестках один показывал, что надо брать влево, то спрашивали другого, и только в том случае, если направления сходились, сворачивали по указанному пути. Шли сначала лесом по два, поминутно натыкаясь на передних. Федя Сырцов еще заранее приказал обернуть копыта лошадей портянками. К рассвету свернулись дороги в рощу, выбрались на поляну и решили отдыхать. Дальше при свете двигаться было опасно. Возле дороги в гуще малинника оставили секрет. А к полудню западный ветер донес густые раскаты артиллерийской перестрелки. Мимо прошел озабоченный Шибалов. Рядом упругой крепкой походкой шагал Федя и быстро говорил что-то командиру. Остановились возле Сухарева. До меня долетели слова. Разведку по оврагу. Конных? Конных нельзя, а заметно слишком. Пошли трех своих в Сухарев. Чубук, негромко, как бы спрашивая, сказал Шибалов. Ты за старшего пойдешь? С собой Шмакова возьми и еще выбери кого-нибудь понадежнее. Возьми меня, Чубук, тихо попросил я. Я буду очень надежным. Возьми симку Горшкова, предложил Сухарев. Меня, Чубук, зашептал я опять. Возьми меня. Я буду самый надежный. Угу, сказал Чубук и мотнул головой. Я вскочил, едва не завизжав, потому что сам не верил в то, что меня возьмут на такое серьезное дело. Пристегнув подсумок и вскинув винтовку на плечо, остановился, смущенный, пристальным, недоверчивым взглядом Сухарева. Зачем его берешь? Спросил он Чубука. Он тебе все дело испортить может. Возьми симку. Симку? Переспросил, как бы раздумывая, Чубук и, чиркая спичкой, закурил. Дурак! Бледнее от обиды и ненависти к Сухареву, прошептал я про себя. Как он может при всех так отзываться обо мне? Они возьмут, так я нарочно сам проберусь. Нарочно вот до самой деревни все разузнаю и вернусь. Пусть тогда Сухарев сдохнет от досады. Чубук закурил, хлопнул затвором, вложил в магазин четыре патрона, пятый дослал в ствол и, не поставив на предохранитель, сказал равнодушно, не чувствуя, как важно для меня его решение. Симку? Что ж, можно и симку? Он поправил патронтаж и, взглянув на мое побелевшее лицо, неожиданно улыбнулся и сказал грубовато. Да что ж, симку? Он и этот постарается, коли у него есть охота. Пошли, парень. Я кинулся к опушке. Стой! Строго остановил меня Чубук. Не жеребцуй. Это тебе не на прогулку. Бомба у тебя есть? Нету? Возьми у меня одну. Ну, погоди, да не суй ее в карман рукояткой. Станешь вынимать кольцо, сдернешь. Суй запалом вниз. Ну, так. Эх ты, добавил он уже мягче. Белая горячка. Белая горячка.